В этом видео я расскажу о стоимости, преимуществах и сроках получения ПМЖ на Кипре. Также рассмотрим пошаговую процедуру оформления статуса ПМЖ и актуальную ситуацию на рынке кипрской недвижимости. Для начала поговорим о главном – стоимости оформления ПМЖ. Для получения статуса ПМЖ инвестор должен приобрести жилую недвижимость на Кипре стоимостью от 300 000 евро. Важная деталь – купить можно только новый объект, который выставляется на продажу впервые. Сделать инвестицию можно как на этапе строительства, так и в течение пяти лет после сдачи здания в эксплуатацию. Помимо основной инвестиции, общая сумма расходов включает 4 000 евро за услуги юриста, от 500 евро за правительственные сборы и налоги. Кроме того, инвестор должен иметь депозит в кипском банке на сумму от 30 000 евро. Средства с депозита можно снять через три года. Помимо главного заявителя, на ПМЖ Кипра могут претендовать супруг или супруга, дети и ждевенцы в возрасте до 25 лет и родители. Для получения статуса необходимо подтвердить годовой доход. Минимальная сумма должна включать 30 000 евро на инвестора, по 5 000 евро на каждого финансово зависимого ребенка и супруга или супругу, по 8 000 евро на каждого родителя. Чтобы получить точный расчет для вашей семьи, воспользуйтесь калькулятором стоимости. Для этого перейдите по ссылке. После запуска инвестиционной программы был отмечен существенный рост продаж недвижимости. В 2016 году этот показатель составил 43%. Спрос обусловлен отменой ежегодного налога на недвижимость, а также работой программы ПМЖ и гражданства Кипра в обмен на инвестиции. Что дает ПМЖ Кипра? Первое. Возможность проживать на Кипре 365 дней в году. На данный момент Кипр не является частью Шенгенской зоны, но входит в Евросоюз. В связи с этим существует ограничение в свободном посещении стран Шенгенского соглашения. Тем не менее, предусмотрена упрощенная процедура получения Шенгенской визы. Ее оформление занимает до одной недели. Резиденты государства имеют доступ к прогрессивным медицине и европейским вузам. Второе. Для сохранения статуса ПМЖ достаточно посещать страну один раз в два года. Находиться на Кипре постоянно не обязательно. Третье. Привлекательная система налогообложения. Не взимаются налоги на прибыль с дивидендов, аренды, недвижимости и продажи ценных бумаг. Здесь действует международное соглашение по двойному налогообложению. Четвертое. Возможность оформления гражданства через 7 лет после получения статуса ПМЖ. Пятое. Статус ПМЖ выдается навсегда и распространяется на всех членов семьи, жену или мужа, главного заявителя, а также детей и родителей. Шестое. Высокое качество жизни. Кипр занимает пятую строчку в глобальном рейтинге самых безопасных стран и четырнадцатую строчку в рейтинге экономических свобод. В числе сильных сторон государства устойчивая правовая и судебная система. Следующий вопрос – это процедура оформления ПМЖ Кипра. Первый шаг – легализация, перевод и нотариальное заверение документов всех заявителей. Второй шаг – покупка недвижимости на Кипре, оплата налогов и в правительственных сборах. Третий шаг – подписание формы подачи документов. Личное присутствие заявителей не требуется. Процесс рассмотрения кейса занимает 1-2 месяца. Четвертый шаг – все заявители приезжают на Кипр и получают удостоверение резидентов. Пятый шаг – получение карты ПМЖ. В завершении поговорим о статусе налогового резидента. Для его получения не обязательно получать статус ПМЖ, но необходимо проживать в республике более 183 дней в году. В данном случае доходы физического лица облагаются налогом. Скачайте нашу презентацию, в которой вы найдете ответы на 18 часто задаваемых вопросов и детальную информацию о процедуре оформления ПМЖ Кипра. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Все полезные ссылки вы можете найти в описании под видео. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!